Друзья, всем привет! Я сейчас нахожусь в ювелирном доме золота Москвы и хочу поделиться с вами очень полезным лайфхаком. Как определить бриллиант от небриллианта? У меня на руке два кольца. И вот как определить, какой из них настоящий бриллиант? Одно из них с фианитом, другое с бриллиантом. Фианит тоже прекрасный ювелирный камень, но, к сожалению, очень часто его выдают за бриллиант. Стоимость этих колец очень сильно отличается. Одно кольцо стоит 6 миллионов тенге, второе кольцо стоит 100 тысяч тенге. Как определить, какой из этих колец бриллиантом? Вот сейчас я вам расскажу об этом подробнее. У каждого камня есть рундист. Рундист это ребро камня. У бриллианта это ребро всегда матовое. То есть, если посмотреть на него со всех сторон, вы увидите матовый блеск. У фианита тоже хорошего камня. Рундист он всегда прозрачный. Вот у бриллианта он матовый, у рундиста он прозрачный. Это первый вариант отличия бриллианта от фианита. Второй способ отличить бриллиант от искусственно выращенного камня, это посмотреть на блеск камня. У бриллианта очень большое преломление света, большое искажение света. Если вы захотите прочитать через бриллиант какой-то текст небольшой, даже маленький, микроскопически, у вас не получится, потому что вы просто это не сможете сделать. Большое искажение. У фианита очень все прозрачно. Наверное, дело в том, что у бриллианта очень много граней. И третье, самое главное отличие бриллианта от фианита, это твердость. Поэтому бриллианты самые дорогие камни в мире. Они отличаются своей твердостью. Вы можете взять любую металлическую палочку, когда идете в ювелирный магазин, не забудьте захватить с собой. У меня в руках пилочка. Вы можете пройтись бриллиантом и сделать царапину. И если вы протираете камень, и вы видите, что на камне не осталось ничего, это говорит о том, что перед вами настоящий бриллиант. Если вы все то же самое сделаете с фианитом, все может закончиться не очень благополучно. Но, друзья, в ювелирном доме Золота Москвы все гораздо проще. Консультанты вам предоставят вот такие детекторы бриллиантов, по которым очень легко производить бриллиант это или нет. Он просто должен запищать этот детектор бриллиантов. Ну и еще более легкий способ. На втором этаже представлены все изделия из бриллиантов. То есть вам даже по этажам для вас все распределили. На первом этаже фианиты. Естественно, цена очень недорогая. На втором этаже бриллиантовые изделия. Поэтому приходите за ювелирными украшениями в ювелирный дом Золота Москвы, где вы можете не только купить себе новые украшения, но и получить мастер-класс от консультантов. С вами была Динара Саджан. И не отказывайте себе в удовольствие носить настоящие бриллианты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова